Книга «Открытым оком», том 3, тема молитва, вопрос 1069. Во время молитвы и дома, и в церкви отвлекаюсь суетными мыслями, мыслями, и не знаю, как избавиться от этого искушения. Не хочу думать о мысли, как назойливые мухи возвращаются. Что делать? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. На этих мух жалуются самые великие люди. Такие, как Иоанн Златоуст и Ларион Великий, никаких рецептов нет. Просто надо молиться и отбиваться, представляя из страшных суток и временность жизни, и бесполезность такого стояния. Если жизнь есть борьба, то наиболее сильная борьба на молитве. Молитва – это беседа с Богом, это победа Духа над плотью. Римлянам 8.7. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. И несмотря ни на что, нужно исполнять молитвные правила, и будет победа, как у святого Нифонта. Это борьба ветхого человека с новым. Римлянам 7.15. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. А молитва – это и есть духовное делание. Отгремела молодость грозою, крылья ветра унесли года, и сегодня кажется бузою то, что важным виделось тогда. В юности кипели бурно страсти, каждый взгляд и голос волновал, а рассудок даже сотой части, смысл бытия не понимал. Глупые, бессмысленные планы строились, как замки из песка. Будущность окутали туманы, смерть была чужда и далека. А теперь, бросая взгляд в былое, заглянуть в грядущее, боюсь, слишком близко бытие иное, краткое пребывание на краю. Утешает то, что было время средних, зрелых, плодоносных лет, с опытностью древнего еврея, кому слово Божье не секрет. Что-то было в тишине открыто, что-то в час молитвенный дано, что-то с Божьей помощью забыто, с помощью его не прощено. Что-то силой духа совершалось, что-то колосками с ног легло, с чем-то сердце плохо уживалось, этим чем-то были грех и зло. Потому наивысшим утешением в этой шаткой позе на краю служит то, что во Христе спасение, и что зла не будет там, в раю, будет свет и святость, и общение, счастье и живой воды река, будет славословие, песнопение, любовь, любовь на все века. Вера Кушнер. Богу нашему слава всегда, ныне и призна, и во веки веков. Аминь.